По поводу армии «Маленькое отступление» мне прислали письмо со смешным текстом, он, правда, переделан, речь шла, конечно, о Реднете, который оказался в корпусе морской пехоты в США, Реднек – житель Южных Штатов, просто рюдин. Это адаптировали к русским условиям, очень смешно по поводу армии, к Риму, я думаю, это применимо вполне было. Письмо домой. «Дорогие мамы и папа, у меня всё хорошо, надеюсь, у вас тоже. Передайте моим братьям, что служить морской пехоте намного интереснее, чем жить в деревне, пускай скорее идут служить. Подъём тут в 6 утра, сначала было тяжко, но мне уже почти нравится вставать так поздно. Скажите Сашке и Кольке, что перед завтраком тут надо просто заправить койку и навести порядок, не надо кормить скотину, колоть дрова, разжигать печку, готовить еду, почти ничего не надо, даже есть горячая вода. На завтрак дают много вкусного – сок, каша, масло, тушёнка, но нет нормальной еды, свежего мяса и настоящего молока, поэтому не всегда наедаюсь. Зато всегда можно сесть между двух городских парней, которые пьют только кофе. Их порции мне вполне хватает до обеда, поэтому городские такие слабаки. А ещё бывает марш-бросок. Сержант говорит, что это для тренировки. Раз он так считает, то я не возражаю – марш-бросок – это примерно как у нас от дома до магазина. После этого городские падают со стёртыми ногами и нас везут назад в грузовике. Местность тут неплохая, но слишком ровная. Сержант – это как учитель в школе, часто ворчит. Капитан – директор школы, а майорам и полковникам в основном не до нас, потому что они заняты своими делами. Сашка и Колька умрут со смеху, но я тут лучший стрелок. Не знаю почему, но мишени размером почти как волк, только не бегают. Всё, что надо сделать, устроиться поудобнее и стрелять. Не надо даже навивать патроны порохом и дробью, их привозят готовые. Пусть Сашка и Колька поторопятся, пока никто не знает, какая тут халява. Кстати, посылаю вам 5000 рублей на ремонт сарая, ваша дочь Варвара. Это напрашивалось в конце, да. Да-да-да.